Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Второзакония. И сегодня мы будем читать пятую главу этой книги. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве, не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы, лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среде огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, чтобы пересказывать вам слово Господа, «Ибо вы боялись огня и не восходили на гору, и тогда сказал». Вот здесь предлагается нечто неожиданное. Моисей говорит народу еврейскому, «Вот то, что сейчас я изреку вам, это те слова, которые вы слышали ранее на Синае. Но те люди, которые реально слышали 40 лет назад на Синае эти слова, они все умерли. Но Моисей настаивает на том, что вы должны воспринимать эти слова, как обращенные к вам. Вот какой смысл этого призыва. То есть эти слова не должны восприниматься, как обращенные к каким-то там древним израилетянам. В нашем православном случае это слова, которые обращены к нам, к каждому из нас в отдельности. Именно так проецируется каждое слово Божие ветхого или нового забета. И если кто-то скажет, что какая-то часть Библии, она была обращена к каким-то другим людям, это на самом деле маркианитская ересь. Человек просто не понял смысла этого урока. Даже тогда, когда Христос говорит, сказано древним, а я говорю вам. На самом деле он не отменяет то, что было сказано древним людям. Он интерпретирует это для нас в неком обновленном виде. в неком обновленном виде, но это тоже слово Бога, обращенное к нам. Он тогда сказал, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость, до тысячи родов, любящих меня и соблюдающими заповеди мои». Здесь немножко непонятна вот эта конструкция и в воде ниже земли. Действительно известно, что народы плештим, собственно говоря, филистимляне, они поклонялись получеловеку, полурыбе, то есть верхняя часть это как бы человек, могучий царь, а нижняя часть это вот как русалка, но это в женском роде, а это такое мужское, очень волевое существо, и вот этому бесу поклонялись. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Имя Господа, его надо оберегать, это великая святыня. Мы произносим имя Господа напрасно, и тогда, когда мы молимся, но не вдумываемся в слова молитв, или когда мы читаем Священное Писание, как бы проглатываем целые страницы, но не рассуждаем над тем, что мы читаем. В каждом таком случае имя Божие произносится напрасно. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хоронить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, шесть дней работы» и так далее, ниже до 15 стиха о субботе. И мотивация дается в 15 стихе. «Помни, что ты был рабом земли египетской». А в другом случае мы встречаем мотивацию, что Бог сотворил небо и землю за шесть дней, а седьмой почил от всех дел своих. То есть, казалось бы, заповеди одни и те же часто повторяются, но надо внимательно обращать внимание на то, что мотивации меняются. Таким образом, закон изучается как бы немножко с другой стороны, с другой грани. Мы смотрим на его святость. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поли его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Ну, здесь вот все эти заповеди, они взаимосвязаны. Тот, кто не желает ближнего своего, то, что ему принадлежит, не будет посягать на его жизнь, не будет посягать на его жену, не будет посягать на его вещи, не будет посягать на его собственность в суде, свидетельствуя против него. И все это взаимосвязано. Есть экзегеты, которые очень четко доказывают, что каждая из десяти заповедей связана с девятью остальными заповедями чуть ли не напрямую. Есть такие смысловые изыскания, но они слишком подробны для нашего формата, но это тоже присутствует. Итак, 22 стих теперь. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, и бури громогласно, и боли не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне». Это свидетельство Моисея. Он и называется в православной традиции Моисей-боговидец. То есть он свидетельствует о том, что он буквально слышал сам, видел сам, был настолько приобщен к этой тайне. Никто ближе Моисея в ветхозаветные времена не приближался к этой тайне. И как свидетель этой тайны, он настаивает на том, что народ должен подчиниться воле Бога и воспринимать слова Бога, как напрямую обращенные к самому этому народу. И далее с 23 стиха по 33 в основном говорится о том впечатлении, какое произвел на народ закон Божий, то, как было рассказано об этом законе, как огонь был явлен с небес. И люди, хотя это воспринимали со слов Моисея, они это воспринимали буквально, как будто бы сами были свидетелями. Здесь, например, такие слова. «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, о чем их предки разговаривали с Моисеем. Они говорили, мы не можем слышать голос Бога, ты разговаривай с Богом, а потом нам передавай то, что Бог скажет». Поэтому вот это уточнение, что Господь с этого момента замолк, имеется в виду, с этого момента Бог говорил с еврейским народом через Моисея. И хотя отцы вот этого нового поколения, они уже умерли, но вот тот самый Моисей, через которого Бог разговаривал с их отцами, через которого Бог сегодня через Писание разговаривает и с нами самими, донося до нас Слово Божие. И 32 стих. «Смотрите, поступайте так, как повелел Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево, ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владении». Вот секрет подлинно счастливой жизни. Исполнять закон Божий, не уклоняясь ни направо, ни налево. И тогда мы будем живы, и не просто живы, хорошо будет нам, и проживем много времени. Вот источник земного счастья. Земного счастья. О небесном счастье больше рассказывает все-таки Новый Завет, чем Ветхий. Но вот здесь говорится о источнике более земного счастья, которое человек обретает, еще живя на земле, через следование воли Создателя. Итак, мы прочитали, сделали обзор пятой главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать шестую главу этой книги. Продолжение следует...